Тюменская дума ушла на летние каникулы. О том, сколько и какие законы и постановления были приняты парламентариями Тюменской областной думы за прошедший рабочий год, можно написать книгу. И все эти решения точно направлены во благо жителей трех регионов. Янаух, Мао и Юго-Тюменской области. Так говорит депутат Тюменской думы, начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергей Белкей. Однако на последнем заседании депутаты приняли, пожалуй, судьбоносное решение для всех трех регионов. Подробности в первом материале выпуска. Речь идет о продлении трехстороннего соглашения между органами государственной власти Тюменской области, Хантамансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. И самое главное, по мнению депутата Белкея, это то, что подписание документа, наконец, ставит точку в бесполезных разговорах о том, будут или не будут три субъекта федерации, объединенные в одну большую Тюменскую область. У нас есть три субъекта федерации. Ямало-Ненецкий автономный округ, Юг Тюменской области и Хантамансийский автономный округ. Так вот, это соглашение сказало всем о том, что как были три субъекта, так и будут три субъекта. Со своими бюджетами, со своими губернаторами и со своими, так скажем, стратегическими направлениями развития региона. Вот, как бы, наверное, это самое-самое основное и одно из самых основных решений, которое приняла Тюменская областная дома на своем последнем заседании. Главами регионов соглашение было подписано в конце июня, а срок окончания его действия с 2015 года перенесен на последний день 2020-го. По словам Сергея Белке, это очень важно, так как новая дата, учитывая плановый характер экономики, регионам дает возможность более детально и на более долгий срок планировать свое развитие и взаимодействие. И в первую очередь, конечно, развивать программу сотрудничества, которая как раз и действует в рамках трехстороннего соглашения и принять участие в которой рассчитывают многие ямальцы. В целом, те направления, которые и ранее закладывались в данную программу сотрудничества, это и социальная сфера, и здравоохранение, и строительство жилья, и строительство дорог. Это все остается, остается неизменно. То, что мы планировали ранее, сегодня реализуется и дается новый вектор, ну, дальнейший вектор на развитие данных направлений. Оксана Балун, Ирина Потегина, Александр Иванов. Новости нашего города.